алдон ни для кого не секрет что чем больше рисуешь пишешь тем лучше будет получаться у меня лично такая проблема не могу писать или рисовать каждый день не хватает внутреннего стимула да и рисунки получается без энергии а вот если неделю не растрачивать себя то севший после перерыва писать хоть и не супер профессионально но вполне себе энергичная картина получается надо ли себя вымучивать и заставлять каждый день рисовать или писать не дня без строчки да как достоевский я не стремлюсь продаваться или там ослабиться ослабиться у меня просто любовь к этому делу да и лет мне много боюсь что даже если по 8 часов рисовать то все равно не догоню второкурсника худлицея ну не знаю не знаю а вспомните ван гога но он всего 10 лет писал за 10 лет вот он столько набухал каждый день я не знаю по две по три работы больших до что хватило в общем многим и многим поколениям и хватит еще так что не склеивайте ласта раньше времени алдон давайте вперед уж сколько отпущено столько отпущено но полная энергично чего там давайте заниматься но если аппетит не приходит во время еды ну то есть ты например начинаешь как вот не дня без строчки ты начинаешь что-то писать и и появляется энергия поток такой который на на волне тебя несет да в заоблачные дали и сама очень хорошо пишется то его надо разогреть этот аппетит аперитив чеку аперитив это же для разогрева для аппетита но в качестве аперитива может быть листание каких-то картинок мастеров которых вы любите и тут же возникает желание на одну другую роботу посмотрите возникает волна вот может возникнуть которая вас принесет к своему холсту но я за то чтобы специально не вымочивать но это как извините в сексе вот вот если не хочется то она и не получится ничего чего из себя в это самое выдрючивать что-то чего нет кушать нам ладно с сексом бог с ним кушать например вот вот мы я наелся а мне еще десерт предлагают да и говорят там тортики какие розочками какими-то да да еще какие-то заморские чаи ну я не хочу уже есть мне нужно может неделя неделя чтобы это переварить в обустренном варианте ну чё ж я буду мучиться наелся я или выспался например да потянулся а делать нечего и еще можно завалиться ну вот ну так мы превратимся в этого в бегемота гнет как у нас в тюлене мальчик тюлень вчера не мог забраться на камешек в море помогали ему ну чтобы прыгать там веселиться в водичке я не хочу чтобы вы растрачивали себя понапрасну севши после перерыва писать после перерыва сразу получается ну да вот проголодался например не ел например объелся сегодня а потом не ел три дня и знаешь как ух пойдет любое блюдье покажется счастьем раем я за то чтобы проголодаться надо в этой в живописи да в любом деле то есть голод побуждает в этом смысле жажду писать художник должен быть голодным в этом смысле он 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 страстно хочет писать это не значит что 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 такой весь тщедушный и четыре дня ничего не ел он голодный до живописи у него прям глаза вот такие на выкате он хочет все писать ну если этого голода нет вы например наелись этой живописью сегодня ну ничего подождем до завтра книжечки полистаем хороших живописцев и придет аппетит жажда без жажда вообще лучше ничего не напьешься известная же это байка история я уже говорил но она к месту еще раз повторю один человек может табун лошадей привести к водопою один но даже тысяч человек не заставит одного коня напиться если он не испытывает жажда жажда всему причина но она появляется когда ты смотришь ну надо просто зайти лишний раз в музей постоять рядом с картиной хорошего художника но любимого так по-настоящему постоять поизучать чтобы перехватила дыхание и тут же хочется работать спасибо большое алдон за поддержку пишите еще пишите друзья что вы думаете как помочь алдону в его большой большущей личной проблеме дозированная за дозированность парацельс еще говорил что человек мера всех вещей меры нужно вот чувствуете что вот даже вот все хорошо но не хочу писать но отдохните мы же тонко чувствующие существа но в живописцы особенно слушайте себя не хочу сейчас хочу просто мы у нас например мы с группой приезжали в черногорию ну там есть такой удивительность совершенно бухточка маленькая прыжно называется вот мы пришли туда сели и так хорошо ну мастер-класс идет все время время мы не могли начать работать мы сидели кто-то кофе заказал кто-то просто вино и мы сидели и смотрели на море смотрели на эти чудесные там кафешки на отражение лодок на людей без на час может быть давать просто прошло вот слушать давайте слушать себя вот эту интуицию ну ну не обманешь она всегда очень точно спасибо за поддержку ставьте лайки не забывайте галина черня его уважаемые слова это очень красивая работа хотелось спросить по поводу портретов вы показываете портреты красивых молодых женщин почему вас привлекает именно природная красота как тема портрета внешность молодых недостаточно выразительно на мой взгляд разумеется я ни к чему не призываю просто хочу знать ваше мнение спасибо галина за ваши комментарии к моим работам я все вижу спасибо вы знаете галина я очень люблю писать людей и пожилых прям очень люблю тоже и ну разного возраста вообще возраст в этом смысле красоте но не имеет никакого значения потому что человек красив не молодостью не морщинами но мое представление красота светится изнутри вот это привлекает его в своих работах я хочу показать что человек рожден чтобы любить вот в каждой работе я не могу об этом забыть потому что ну как-то при воле случая волею не знаю чего просто пребываю в этом состоянии такого такой радости что хочется именно это показать ну наверное поэтому люблю писать людей женщины люблю писать потому что на мой взгляд самое лучшее что создано что существует природе на земле это женщина все женщины мои учителя и всем очень обязан тем что у меня есть женщины на мой взгляд это венец природы венец это значит ничего лучшего нет в мире это красота души для меня самое главное это дыхание перехватывает от общения ну с каждой женщины получается что общей такое общение меня наполняет это со стороны незаметно наверное но я становлюсь шире но более любящим что ли ну а то что молодая красивая привлекательная так вы показ портрет красивых молодых женщин ну да тема портрета для меня как как возможность показать что что женщина любит что женщина это любовь что эта любовь безграничная и в каждой работе я хочу показать какую-то грань этой любви которая их наполнять который меня наполняет мне кажется ничего важнее этого нет показать всему миру что ты рожден чтобы любить не воевать не ненавидеть и все такое дальше любить мне кажется это самая достойная самая высокая задача художника показать что мир это любовь спасибо вам за лайки пойду работать я запишу еще для вас урок и поработаю еще немного в гурзуфе а потом скоро у меня будет мастер-класс в под новороссийского абрау дюрсо 15 16 17 18 числа можно взять любое количество дней присоединяйтесь еще можно а 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok